Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, семья For Life! Мы начинаем сегодняшний вебинар. Он имеет вот такое название, может быть, для кого-то немножко интригующее. «Business for Life» – какие мы вкладываем инвестиции и на какие дивиденды можем рассчитывать. На мой взгляд, интересная тема, потому что позволяет немножко заглянуть вглубь себя, посмотреть на то, что наш бизнес не просто техническая работа, но это очень такая деятельность, связанная во многом с психологией, и многое начинается с нас. Поэтому давайте сегодня об этом поговорим. И, конечно же, как любой бизнес, а ведь For Life – это самый настоящий, серьезный, большой бизнес, он требует вложений. Так вот, что же такое инвестиции? Это нематериальные или материальные затраты, целью которых является извлечение прибыли или достижение желаемого результата. А дивиденды – это доля от прибыли, которую компания распределяет среди своих акционеров. Естественно, что наша компания распределяет долю своей прибыли среди партнеров и клиентов. Мы не акционеры этой компании, но мы прямые участники данного бизнеса и, по сути, можем тоже назвать себя в какой-то мере частью этой компании. И даже не в какой-то мере, а очень даже в серьезной. Что же такое Business For Life? Он основывается на создании, развитии и увеличении структуры постоянных потребителей продукции. То есть наша с вами задача – увеличение товарооборота. И лучше всего это достигается тем, что мы расширяем свои контакты и привлекаем в наши ряды все больше и больше любителей, ценителей и потребителей трансферфакторов. И все это происходит на основе личностных связей и доверительных отношений между людьми. И мы это все делаем методом передачи информации от человека к человеку в многоуровневой модели. То есть это называется многоуровневый маркетинг. Наша компания выбрала такой способ распространения своей продукции, и он себя абсолютно оправдал и обладает огромными преимуществами против каких-либо других видов бизнеса. Но давайте поговорим, что же мы инвестируем в For Life. Посмотрите, пожалуйста. На первое место я поставила нематериальные инвестиции, потому что, как это ни странно, отличие нашего бизнеса именно в том, что больше всего мы вкладываем сюда нематериального. Это наше время, это тот невосполняемый ресурс, который нужно оценить, и нужно им пользоваться очень разумно. И у нас у каждого есть это время, и мы можем его выделять. И нам это не стоит, в общем-то, ничего, я имею в виду, это нематериальный ресурс. Также мы сюда вкладываем свои знания и интеллект. Мы организуем процесс обучения привлеченных нами людей, и постоянно повышаем свою компетентность и профессионализм, потому что без этого как же мы будем учить новичков. И это, в общем-то, все просто. То есть этот бизнес не имеет необходимости иметь какой-то изначальный уровень образования, как бы, да, специфического образования. То есть сетевой маркетинг – это работа для всех, для любого человека. И вот на третье место я поставила, что мы вкладываем свои деньги. Конечно же, мы покупаем продукт для личного потребления, для своих семей и создаем соответствующий образ делового человека. Также некоторые из партнеров организуют офисы. Далеко не все, и это не обязательно. Участвуем в мероприятиях компании, путешествуем с целью развития бизнеса в других городах и странах. Вот здесь, да, нужны свои какие-то инвестиции уже материальные, но это, конечно, возвращается в старицы. И сейчас мы об этом поговорим. Итак, покупаем продукт на свой личный номер, то есть делаем личный объем. С одной стороны, да, это инвестиция в свое здоровье и здоровье в своих близких. Но с другой стороны, ведь мы же получаем от этого огромные дивиденды, ведь это энергия, это молодость, это профилактика всевозможных заболеваний, это подаренные себе и своим близким годы жизни и даже десятилетия. То есть это буквально дивиденды, которые оценить очень сложно. Это даже круче, чем просто материальные дивиденды, потому что деньги можно заработать, потерять, снова заработать. А вот когда мы говорим о том, что мы прибавляем годы к своей жизни, это время, бесценное время, вот тот самый ресурс, который невосполнимый. И мы его действительно можем некоторым образом восполнить. Это просто фантастически. Конечно же, когда мы покупаем продукт для себя, для личного использования, это еще и наша активность, покупательная лояльность, которая позволяет получить денежные бонусы структуры. То есть он ведет к дополнительным дивидендам материальным. И все тут вот так переплетено. Итак, конечно, когда мы начинаем заниматься этим бизнесом, мы приходим из разных сфер. Среди нас есть люди, которые сейчас работают, например, человек где-то на работе совмещает с деятельностью for life. Среди нас есть люди возрастные, которые уже на пенсии. И пенсионеры к нам активно приходят в этот бизнес. К нам приходят предприниматели, люди, может быть, это домохозяйки, люди разных профессий, те, кто, может быть, даже не был организован в какой-то трудовой деятельности до того, как он познакомился с for life. И такое тоже бывает. К нам приходят и студенты, то есть разные-разные люди. Конечно, когда мы до for life были в своей какой-то другой деятельности, у нас был соответствующий имидж, да, имидж разный. У домохозяйки это один имидж, то есть она занимается домашними делами. У человека работающего другой имидж. У врача третий имидж. У учителя следующий имидж. Ну и так далее. Студенты тоже, да, как бы имеют свой такой вот стиль. Вот. Но когда мы начинаем заниматься делом, когда мы приходим в business for life, нам волей-неволей приходится подстраивать и свой тоже имидж под имидж корпоративный. То есть компания, имея такую сильную и мощную научную базу, компания высокоинтеллектуальная, конечно, требует определенной собранности, дисциплины. Она требует аккуратности. То есть мы сами должны над собой, ну, в некотором смысле иногда поработать, посмотреть на то, чего нам не хватает и как нам приобрести вот такой имидж. Дело в том, что внешний образ со сменой деятельности часто требует изменений. Но, знаете, никогда не меняется вот этот постулат, что провожают по уму, а встречают все-таки по одежке. Я имею в виду здесь одежку, не чисто одежду, а вот тот образ, который мы производим на окружающих, вот то впечатление, которое считывают люди вокруг нас, и из этого складывается их доверие, либо недоверие к нам, как к профессионалам, говорящим о компании For Life, об иммунной системе и о трансфер-факторах. И второго шанса, чтобы произвести первое впечатление, уже не бывает. То есть очень важно всегда быть в форме, всегда быть в ресурсе, то есть понимать, что ты идешь навстречу, например, или ты начинаешь общаться с каким-то человеком, то ты должен быть уже в состоянии абсолютной деловой активности и соблюдать или отвечать всем этим требованиям и правилам. И посмотрите, пожалуйста, мы очень часто обращаем внимание на то, что мы говорим. И, конечно, люди задают вопрос, новички, а как рассказать о трансфер-факторе, а что такого сказать, чтобы тебя поняли, а вот дайте какую-то универсальную презентацию. То есть всегда речь идет о том, что словесно можно передать. Но помимо того, что мы ведем вербальное общение, и, конечно же, речью мы передаем много информации, безусловно, но представьте себе, что не вербальное общение, а это зрительный образ, жесты, мимика, ваши отношения, ваша улыбка, ваше выражение лица, тембр голоса, тональность голоса, мягкий он или нет, это производит на человека, бывает еще больше впечатления, чем то, что вы говорите. Посмотрите, пожалуйста, целых 62% передается невербальным общением, и только 38% вербальным. Нам нужно об этом не забывать и вот создавать из себя вот тот самый образ делового, коммуникабельного, доброго, активного, дисциплинированного человека. Да, требуется иногда поработать над внешним тоже своим имиджем, как-то собраться, да, какую-то... Действительно, когда мы идем в офис или на деловое мероприятие, имеет смысл одеваться в деловую одежду. Когда мы общаемся с людьми, вот этот стиль, он более доверительный и больше вызывает уважение и доверие у людей, когда мы с ними общаемся на предмет серьезных вещей. А трансфер-фактор – это очень серьезно, это наука, и мы всегда говорим о том, что мы работаем где-то вот около, около, так сказать, в медицине и в науке, да. Вот, но, как я уже сказала, не менее важно ваши отношения, потому что вот здесь дисциплина очень важна, я уже тут переключила другой слайд, но хочу договорить. Важна очень самодисциплина, в чем она заключается. Если вы что-то кому-то пообещали, то вы должны это сделать. Если вы взялись вести клиента, то, пожалуйста, уделите ему внимание, максимум внимания, разберите с ним все его вопросы, помогите ему достичь его результата, ведите его, интересуйтесь, как он себя чувствует, что он хочет и так далее, и так далее. Не опаздывайте, пожалуйста, никуда, на встречи не опаздывайте, на мероприятия не опаздывайте, потому что, вы знаете, чувство времени – это такой важный навык, который нужно в себе развивать, и многие люди, к сожалению, ну, как-то не задумываются об этом и особо не стремятся быть пунктуальными. А это плохо, потому что я думаю, что вот тоже, да, вот эта фраза, точность, вежливость королей, она очень важна, потому что для понимания того, насколько это действительно важно, потому что, когда вы приходите вовремя на встречи, вы тем самым показываете уважение к тем людям, которых вы на эту встречу позвали. И, соответственно, так во всем, когда вы планируете какие-то поездки, семинары, ну, и так далее, и так далее, то есть просто вы развиваете тоже чувство времени и будьте дисциплинированными. Доброжелательность, умение слушать – вот этот навык архиважен. Здесь у нас навык больше не говорить важен, а именно слушать, потому что если вы научитесь слушать и хорошо слушать человека, вы дадите возможность ему выговориться, вы узнаете об этом человеке много, вы узнаете настолько много о каждом человеке, что вам не составит потом труда вашу презентацию вместить в 10, максимум 15 минут, потому что, когда будет очевидно, чем интересуется ваш человек, какие у него потребности, боли и проблемы, вам очень легко будет именно на эти проблемы дать ответ, и не нужно будет сидеть и гадать, а что же ему такого рассказать, чтобы он поверил и чтобы он эту информацию воспринял и принял для себя. Вот эти все вещи очень важны, это все относится к имиджу действительно. Следующий момент. Бизнес устроен таким образом, что во многих городах нужны офисы, ну, в частности, на рынке Евразия офисы нужны, и даже, знаете, даже за рубежом, где компания занимается интернет-маркетингом, то есть продает продукцию непосредственно прямо со своего сайта, там дистрибьюторы могут с личного кабинета себе заказать. Знаете, офисы, конечно, это очень важно, потому что это не просто место, где можно купить продукцию, а больше всего это то место, где можно общаться, задавать вопросы, получать ответы, консультироваться, участвовать в мини-семинарах, в школах, получать бизнес-консультации от ваших лидеров. Офис – это место притяжения, это такое место, которое тоже создает в каком-то отдельном городе имидж, ну, по сути, транслирует имидж самой компании. И когда офис расположен в удобном месте, сам удобный, соответственно, оформлен, когда есть вся атрибутика компании, когда есть там литература, продукция, и доброжелательные сотрудники, и когда есть мероприятие в этом офисе, в этих городах обычно бизнес растет. Так, это так и бывает. Вот, но не нужно всем заморачиваться с офисом, потому что если в вашем городе уже есть, допустим, ваш спонсор, ваш кто-то из лидеров уже открыл офис, он его держит, он им занимается, все это организует, бизнес-процессы, то, вы знаете, нет смысла делать там второй, может быть, офис, третий офис, ну, в общем, все по ситуации, но особо, знаете, я не вижу смысла слишком делиться, дробиться, потому что нужно понимать, что с открытием офиса у человека, кто этим занимается, на него накладываются дополнительные обязательства, и не только обязательства дистрибьюции, то есть нашей деятельности по презентации компании, продукции, вот эти вот, да, все информационные вещи, но еще и куча вот этих проблем, да, которые связаны с логистикой именно в этот город, то есть компания-то, конечно, логистику наладила, все открытые страны, они изначально уже обеспечены определенной схемой логистики, доставки продукта, в общем-то, если вы не хотите заниматься офисом, то вам этого и не нужно делать, то есть без этого можно обойтись, это к вопросу о том, что это не обязательно, но иногда это нужно, то есть если лидер развивается в каком-то городе, то есть человек подписался, допустим, у него есть лидерские задатки, и он хочет этот бизнес делать, но в этом городе нет офиса, то, конечно, в таком случае имеет смысл взять на себя ответственность и открыть офис для своей же структуры, которую вы затем начнете создавать, в этом случае, да, это целесообразно, но в этом помогают, опять же, спонсоры, вот, поэтому про офисы можно всегда думать, и это и масштабирование бизнеса, но и есть сопряженные вот эти вот вещи, которые, как я уже сказала, все непросто, то есть всегда надо взвесить, на две чаши весов положить все за и против, и возможности, которые, значит, во-первых, сопряженные с этим трудности, допустим, какие-то, и возможности, которые открывает наличие офиса. Следующая, очень важная составляющая нашего с вами бизнеса, это относится к каждому, буквально каждому из нас, к любому партнеру, это участие в мероприятиях компании. Почему это важно? И мероприятия компании проводятся в разных, тоже в разных городах, в разных регионах, бывает в региональных центрах, бывает в столицах, в областных центрах. Конечно же, прежде всего, старайтесь попасть на все мероприятия, которые к вам ближе всего, потому что это наименее затратно, понятно же, да? Но с другой стороны, бывают мероприятия масштабные, очень такие, знаете, весомые, очень насыщенные, куда надо приехать или прилететь, и это тоже имеет значение, потому что, посмотрите, пожалуйста, что нам дает участие в этих мероприятиях. Во-первых, это мощное концентрированное обучение, потому что на такие мероприятия приезжают сразу достаточно много, целая плеяда бывает лидеров, профессионалов, тех людей, которые давно-давно занимаются этим бизнесом. Проводятся медицинские конференции по трансфер-фактору, проводятся бизнес какие-то, семинары обучения от лидеров именно в части бизнеса. Это получение новых и новых знаний. И, знаете, этот процесс действительно бесконечен, потому что я могу вам подтвердить и собственного опыта, и думаю, что многие со мной согласятся, может быть, даже вы все согласитесь с тем, что неважно, сколько мы здесь, но каждый раз какая-то новая информация всплывает, что-то новое появляется, новый взгляд, новая подача информации, а иногда это бывает по принципу новое, хорошо забытое старое, то есть когда-то мы, возможно, слышали о методиках, о принципах каких-то работы, но мы когда-то, может быть, их не применили, забыли, сейчас нам их напомнили, мы увидели результативность этих методов, кто-то с нами поделился из партнеров, кто применил это, и мы по-новому можем взглянуть на вот эти все вещи. Поэтому я уже 27 лет в MLM, я прошла 6 компаний до 4LIFE, и в 4LIFE я уже почти 15 лет, и хочу вам сказать, что стараюсь не пропускать, ну, всевозможные семинары, обучения, которые проводятся и онлайн, и оффлайн, и много езжу, и участвую, сама, конечно, стараюсь делиться тоже с партнерами, и многое беру с этих семинаров, потому что я слышу столько уникальных вещей, я вижу, как люди растут, это, знаете, каждое выступление вообще часто приводит тебя в восторг, потому что ты что-то новое всегда для себя берешь, и не важно, сколько ты здесь, то есть все знать невозможно, всегда есть чему поучиться, всегда есть где обменяться опытом, поэтому, опять же, практика показывает, что именно те люди, которые ездят на обучение, на семинары, шансы того, что их структуры будут расти, и они сами будут расти гораздо быстрее, чем если вы сидите на месте, никуда не ездите, и считаете, что вы все знаете, это опыт других людей, он открывает ваше видение, рождает новые идеи для дальнейшего собственного развития, вот здесь стоит фотография, не случайно я ее выбрала, это фотография с одного из лидерских семинаров, который прошел в августе 2017 года, и вы знаете, на этот семинар в свое время, он был организован Ларисой и Димой Исаковыми, мы присоединились с удовольствием Алексея Иванович Егорова, Марина Арьяева, вот вы всех их видите здесь на этом снимке, и мы провели такой совместный семинар, лидерский, партнерский, в Москве, и на этот семинар я пригласила, я тогда приглашала тоже из своей команды многих лидеров, но действительно многие не приехали, но на этот семинар приехали мои партнеры, моей команды, Марина Кручинина и Оксана Астоля, и вы знаете, вот с этого семинара у девочек пошел экспоненциальный рост, Марина для себя увидела, она увидела на этом семинаре модель бизнеса, которую применила потом у себя в Ижевске, в своем городе, и вот вы понимаете, какая интересная вещь, ведь в августе 2017 года Марина приехала на этот семинар, будучи в ранге президент, и в марте 2020 года, всего два с половиной года спустя, вдумайтесь, всего два с половиной года спустя, она закрыла ранг Голд, представьте себе, какой огромный скачок между рангом президент и рангом Голд, и это не случилось просто так, это произошло тоже, почему, потому что для Марины этот семинар оказался таким, знаете, судьбоносным, она увидела модель бизнеса, именно сетевого, то есть что ей нужно было, чего ей не хватало в своем городе, и конечно же Оксаночка Столяр, которая в команде Марины Крученины, тоже дублицировала своего спонсора, они дружно начали все это развивать, сделали семинары ежемесячные в своих городах, и Оксана в ранге бронза элит, очень высокий ранг, и, наверное, без пяти минут уже сильвер, поэтому вы понимаете, какая вещь, то есть очень многие лидеры растут на семинарах, и мы вообще говорим, что бизнес for life, это бизнес от события к событию, он растет от события к событию, вот я схематично так нарисовала, сейчас расшифрую вам, вот посмотрите, если человек не ездит никуда, у него есть какие-то, вот я обозначила условно мысли один, вот какие в голове у человека мысли, цели какие-то, задачи он себе ставит, я думаю, что не особо большие, либо он, может быть, у него такого видения огромного нет, понимаете, то есть у него нет дополнительных знаний, которые бы он мог получить от других партнеров, из других регионов, будучи в общении, соответственно, если цели небольшие, невысокие, если есть какие-то сомнения, человек, знаете, так это топчется, он будет и действия производить, ну, относительно, знаете, такие, как мы говорим, 50-50, да, и результат будет соответствующий, ну, какой-нибудь результат будет, допустим, я вот здесь условно поставила один значок доллара, но вот если вы приезжаете на события, и ваше мышление трансформируется, у вас появляется видение гораздо шире, и вы уже ставите себе гораздо более глобальные задачи, и вот я это обозначила как мысли два, соответственно, ваши действия меняются, вы становитесь более продуктивными, у вас горизонты расширяются, у вас масштабирование бизнеса идет другое, вы внедряете какие-то новые практики, новые техники, и вы получаете совсем другой результат, результат будет в разы лучше, вот что это такое, то есть это важно очень, конечно же, не каждый человек с каждого семинара уезжает таким вот, знаете, прямо супер-супер, да, и у него все тут же пошло в рост, но, тем не менее, у очень многих людей меняется трансформация, но некоторым нужно посетить не один семинар, и два, и три семинара, и в любом случае каждый семинар дает то, что вы уезжаете с него окрыленными, вы уезжаете с вдохновением, с энтузиазмом, очень многие партнеры после семинаров говорят, мне хочется говорить о фулайф, то есть они настолько там пропитываются вот этой информацией, вот этой атмосферой, помощи, дружелюбие, вот таким фантастическим действием трансфер-фактора, они слышат новых результатов массу, когда мы приезжаем туда и видим людей, у которых просто потрясающие результаты, так что мурашки по коже, опять, да, и каждый раз, когда мы слышим новые результаты, не важно, сколько мы в этом бизнесе, нас это всегда очень сильно трогает, и мы испытываем большое волнение и вдохновение вот по поводу того, что занимаемся этим бизнесом. На этих семинарах мы встречаемся с партнерами из других городов, общаемся, посмотрите, какие люди у нас, у нас же просто фантастическое наше сообщество фулайф, это высокоинтеллектуальные люди из разных областей сфер жизни, профессионалы, это и врачи, и ученые степени, и есть у нас и физики, и музыканты, и экономисты, и преподаватели, и каждый на своем уровне, и люди, которые занимаются нам и страховым бизнесом, и каждый, что чего-то достиг, понимаете, и у каждого есть чему поучиться, и знаете, вот это вот настолько друг друга обогащает, вы можете себе найти контакты, даже просто для того, чтобы потом решать вопросы своей личной жизни, потому что мы здесь находим профессионалов своего дела, нам есть с кем проконсультироваться, нам есть с кем пообщаться, получить обратную связь. Знаете, когда мы сами по себе, мы находимся в такой некой коробочке, то есть каждый человек, у него есть коробочка, и иногда за пределы этой коробочки очень сложно взглянуть, потому что нам эти бортики мешают, то есть мы сидим в своем, вот в этом мире определенном, у кого-то эта коробочка пошире, у кого-то поуже, кто-то там старается границы раздвинуть, но еще мы ее называем так иногда зону комфорта, но это не совсем как бы вот именно про комфорт, а про то, насколько у нас с вами много знаний для того, чтобы все это осознать, проанализировать и превратить в наши достижения дальнейшие, то есть поставить себе цели и понять, что нам все доступно, то есть нет ничего невозможного, я думаю, что очень многие люди, понимаете, когда приходят for life, новенькие люди, они всегда сомневаются, вот, а разве возможно закрыть даймонда, ой, да я никогда не закрою, не достигну ранга президента, это так сложно, а уж там про бронзу говорить, ой, про голда вообще это какой-то космос, ну, и про платину, то есть получается, что просто единицы начинают мыслить в этом ключе, а вот такие мероприятия, когда мы общаемся и когда мы делимся простыми, очень простыми вещами, как этого добиться, просто и легко, степ-бай-степ, просто шаг за шагом, просто, понимаете, делая какие-то вещи каждый день, но какие вещи делать, как делать, что делать, каким быть человеком, то есть как должна поменяться психология, вот это можно узнать только общаясь, только получая вот это все, и это все наши мероприятия, конечно признание заслуг дистрибьюторов очень важно, вы знаете, раньше до 4LIFE, я даже не представляла, насколько признание заслуг важно, я думала, ну подумаешь, там кому-то вручат грамоту, ну есть эта грамота, нет этой грамоты, скажут доброе слово, скажут тебе спасибо, но 4LIFE я поняла, что это очень важно, потому что это не просто слова, это не просто такая, такая, знаете, дань, дань человеку, такая формальная, это вовсе не формальность, это, это благодарность, настоящая благодарность, искренняя, и очень ценная, за то, что люди делают здесь, за то, что они помогают, они идут, можно сказать, против течения, они где-то против ветра, потому что нам не так просто убедить других людей в том, что трансферфакторы, это вау, и круто, некоторые говорят, я вообще не понимаю, какие-то два слова непонятные, вообще я не верю, как это с иммунной системой могут происходить такие метаморфозы, и мы знаем точно, что мы как пионеры в этой области, мы преодолеваем много возражений, сомнений, отговорок, и так далее, то есть это не так просто, но с другой стороны, это очень классно, то есть мы делаем большое дело, и признание заслуг дистрибьюторов, которые внедрила эта компания, это архив важно, на каждом мероприятии мы чествуем людей, которые что-то уже сделали, первый шаг сделали, подписались в компанию, стали приоритетными клиентами, кого-то подписали, стали ассошейтами, построили маленькую-маленькую команду, уже билдеры, потом даймонды, конечно же, краеугольный камень в нашей компании, вот этот краеугольный, как его называют, ранг, на котором держатся еще дальше все остальные ранги, президенты отдельно получают признание, бронзы, ну и так далее, то есть это очень и очень важно, и надо бывать на этих событиях, чтобы получить эту долю признания, и понять, что ты, часть этой компании, делаешь огромное дело, неважно, на каком ты уровне сейчас, а еще посмотрите, что дают нам эти мероприятия, то есть это все дивиденды, которые мы получаем, живые, уникальные истории успеха, потому что они нас вдохновляют, почему, дело в том, что стори-тейлинг, да, по-английски, или умение рассказывать истории, это все, на чем держится бизнес, умение рассказывать истории, интересные истории, о вашем изменении, метаморфозах, состоянии здоровья, о ваших интересных изменениях, и интересной жизни в рамках компании, о том, как поменялись ваши взгляды, о том, сколько вы друзей приобрели, вот эти все истории, это то, что самое притягательное для других людей, и что они хотят тоже получить, вот представьте, на одном из мероприятий нашей компании, был приглашенным спикером Алексей Талай, я думаю, что это имя вы слышали многие, потому что это уникальный человек, наш россиянин, который без рук и без ног ведет активную жизнь, и при этом проводит бизнес-семинары, учит людей, как преодолевать трудности, не только физические, но и моральные, естественно, и вот на одном из таких семинаров, он выступал перед нашей аудиторией, перед нашими партнерами, как вы думаете, вдохновляет это, когда ты видишь, что человек без рук, без ног, преодолевает то, что мы вот сидим, да, все, как говорится, руки, ноги, голова, все здоровые и так далее, активные, ну, молодые, я не побоюсь этого слова, неважно, какие, какой у нас возраст, все мы тут молодые, благодаря трансферфактору, вот, и мы еще там плачемся, и говорим, ах, как нам трудно, ах, у нас бизнес не строится, то есть, понимаете, на этих мероприятиях, вот можно увидеть такое, что у тебя переворачивается, твоя, твое сознание, и вот тоже на одной фотографии у нас Леночка Ромашкина со своей дочкой Ангелиной, это история Леночки, которая 42 года, наконец-то родила дочку долгожданную после 20 лет безуспешного лечения от бесплодия, и это истории, живые истории, живые люди, когда ты это видишь, когда ты с ними общаешься, когда ты к ним притрагиваешься, это совсем другое ощущение, нежели ты, тебе кто-то об этом просто рассказал, и ты потом, вот понимаете, ваша вера, она вера в продукт, вера вот в эти результаты, она многократно усиливается, это, конечно, наши все мероприятия, наше вот такое общение, это дружба, это веселье, заряд эмоций, это масса друзей, которых вы приобретаете, удовольствие от спорта, от движения, от общения с природой, потому что, посмотрите, пожалуйста, как проходят наши все семинары, они обязательно, помимо деловой части, имеют вот такие, как бы расслабленные моменты, когда мы и зарядку делаем, вот фотография на берегу Тихого океана, в бухте, утром рано, потом заплыв, ну это же, знаете, дружно, все, это просто, это, понимаете, это настоящая жизнь, это те эмоции, которые нужны каждому человеку, не просто, знаете, дом-работа, дом-работа, как день сурка, и больше никакой радости в жизни, а у нас это радость, вот, здесь у нас и какие-то мероприятия, просто, где танцуют люди, где показывают свои таланты, поют, показывают номера, художественная самодеятельность, это круче, чем приглашенные артисты, это очень здорово, и есть фотографии из курорта Нечкина, горнолыжная база, посмотрите, там с лыжами люди, вот, в спортивных костюмах, гуляют, развлекаются, катаются, уже сколько партнеров у нас стало на горные лыжи, благодаря тому, что Марина Кручинина уже несколько лет подряд проводит зимнюю сказку в Нечкино на горнолыжном курорте, в Муртии, это просто удивительно, это совмещение приятного с полезным, просто вот невероятно, еще одна фотография, тут еще две фотографии тоже из Нечкина, посмотрите, пожалуйста, на этой фотографии, уникальный творческий коллектив, певческий коллектив, «Бурановские бабушки», которые когда-то заняли, не так давно, они были призерами Евровидения, и мы о них только слышали в новостях, кто-то смотрел их выступления, возможно, по ТВ, но как нам было, понимаете, ну, вот встретить их вживую, когда они для нас, для нашей аудитории пели, вот потом мы фотографировались, видите, вместе, с Бурановскими бабушками, мы с ними разговаривали, общались, просто вот так, можно было пообниматься, пофотографироваться, и это, это просто бесценно, и тоже это все вот организовала Марина Кручинина на зимние сказки в Нечкино, настолько, настолько здорово, это просто не передать, вот это наполненное смыслом жизнь, общение с уникальными талантами, у Марины не только Бурановские бабушки выступают, и Валентина Пудова, заслуженная певица, у Дмуртии уже не первый раз выступает, шикарно поет, голос великолепный, а просто вот она для нас, для участников такого семинара, дает, ну, делает такие свои выступления, и все это в рамках нашего семинара, это, смотрите, участие в других мероприятиях, вот это элитный клуб компании, который когда-то проходил в Болгарии, были клубы элитные в Турции в свое время, ну, вот это фотографии из Болгарии, из болгарского солнечного берега, и опять же, познакомиться с другим регионом, одновременно отдохнуть на курорте, одновременно поучиться, еще и выиграть денежные призы, и еще одна фотография тут представлена, я вспоминала, когда готовила этот семинар, про то, как мы ездили в Сеул, в Южную Корею, и там тоже был огромный семинар, конвенция, азиатская конвенция компании, в тот момент, кстати, многие наши дистрибьюторы, особенно дальневосточники, воспользовались этой возможностью, потому что Корея, Южная Корея, это без виз для россиян, и можно было просто купить билеты, прилететь в Южную Корею, а это действительно страна, которая уже отчасти построила будущее, очень интересная страна, современными технологиями, и поучаствовать в конвенции, на которой были лидеры высочайшего уровня, For Life, платиновые были, президент компании был, 6,5 тысяч дистрибьюторов, вы знаете, вот 17-й год, уже прошло 6 лет, но уже настолько живы воспоминания того периода, и каждый раз вот это вот, знаете, наполняет вас эмоциями и желанием дальше действовать, вот что очень важно, и вы знакомитесь одновременно с историей страны, с культурой, вы, представляете, побывали за границей, например, где-то, да, или вы приехали в другой регион нашей страны, здесь вот на фотографии тоже, значит, я стою на фоне Дербента, очень уникальный город нашей страны, потому что он имеет самую древнюю историю, пожалуй, самый древний город находится в Дагестане, и, кстати, у вас у всех есть возможность побывать в этом городе, если вы присоединитесь к нашему мероприятию, Махачкалинскому, которое состоится буквально через месяц, 14, 15 и 16 июля в Махачкале состоится большой семинар для партнера For Life, на котором будут Алексей Иванович Егоров, Марина Митаповна Арьяева, мы с Леонидом, приедет Людмила Шлойда, старший менеджер операционного отдела, отдела Евразии, и будут лидеры, Ирина Идресова, лидер в ранге бронза элит, будет Ольга Ившина в ранге бронза элит, и так далее, если вы еще не приняли решение, то у вас есть все возможности взять билеты, присоединиться и увидеть красоты Дагестана, и поучаствовать в таком шикарном мероприятии. А дальше будет у нас в сентябре еще и мероприятие на Дальнем Востоке, с 1 по 3 сентября во Владивостоке. Если вы никогда не были на Дальнем Востоке, это отличная возможность совместить, увидеть прекрасный, необычный город Владивосток, наше Приморье, с шикарной природой, пообщаться с людьми, познакомиться с дальневосточными партнерами, окунуться во всю эту атмосферу, и вы насладитесь Японским морем, приезжайте обязательно. А еще в августе месяце будет событие на Байкале, 18-19 августа, это организует Марина Митаповна Арьяева, пожалуйста, тоже, кто не был на Байкале, можете присоединиться, и это очень будет незабываемое для вас событие и приключение. Также участие в наших мероприятиях дает возможность знакомиться и общаться с лидерами самого высокого уровня и даже с руководителями компаний. Конечно, это бывает тогда, когда мы бываем на грандиозных событиях, на конвенциях компаний. По большей части конвенции проходят основные конвенции в США. Конечно, сейчас очень сложно с визами, но, тем не менее, возможность есть. Правда, удовольствие не дешевое, прямо скажу, потому что нужно ехать получать в какую-то другую страну. Но, тем не менее, если когда-нибудь состоится в будущем, в ближайшем, конвенция азиатская, возможно, это тоже будет Южная Корея, то нужно будет воспользоваться, потому что это, как я уже сказала, безвизовая страна, и она не так далеко от России расположена. И, тем не менее, иногда к нам приезжают тоже сотрудники, и надо пользоваться моментом, когда на мероприятиях участвуют. Например, к нам частенько приезжает Тайлер Матсон, это директор международных рынков и директор рынка Евразии. И он бывает у нас на мероприятиях. Обязательно пользуйтесь этим моментом и приезжайте, и вникайте, общайтесь, слушайте. Но вот, когда мы бываем на конвенциях компании, у нас есть возможность и шанс общаться с платиновыми, напитываться этой энергией, слушать их, вникать, брать опыты, использовать у себя, понимать, как эти люди, чем они живут, как они вообще делают этот бизнес, на чем они это строят. Это бесценный опыт, потому что люди, достигшие платины, конечно, у них есть чему поучиться. Итак, наши дивиденды от того, что мы участвуем в мероприятиях, вроде как мы инвестируем в поездки, например, нам нужно купить билеты, нам нужно оплатить участие в мероприятиях, но это окупается, вы знаете, очень большими дивидендами, потому что вот эти три составляющие успеха For Life, они, безусловно, все время повышают из мероприятия в мероприятие, они повышают для вас свой уровень, то есть вы все больше уверены в продукте, потому что вы про него гораздо больше узнаете, становитесь более компетентными, слышите эти уникальные истории успеха от использования продукта, вы получаете уверенность в компании, потому что вы приобщаетесь к этому стилю, вы чувствуете эту компанию, вы узнаете какие-то сведения об этой компании, ее историю, больше углубляетесь вот в этого все, что компания – это миссия. Уверенность в себе у вас появляется, потому что вы видите, что такие же люди, как вы, уже что-то сделали и достигли каких-то результатов, которые превышают на сегодня ваш, и вам есть чему у них поучиться, поэтому это все просто бесценно. Поездки в другие города и страны, но это тоже, я уже, в общем-то, сказала, да, об этом, что можно по регионам ездить и на мероприятиях участвовать в своей родной стране, ну и если у вас предоставляется какая-то возможность побывать за границей, обязательно используйте этот опыт, эту возможность к тому, чтобы там пообщаться с людьми, завести новые знакомства. Кстати, новые знакомства можно завести даже онлайн, а затем уже запланировать себе поездку, для того, чтобы познакомиться лично с вашими партнерами, новыми, присоединенными, и помочь им начать строить этот бизнес. Вот когда-то таким образом я попала в Будапешт, Венгрию, у нас там начала строиться команда, я приобрела там прекрасных друзей, это наши замечательные соотечественники, которые когда-то уехали из России, вот, вышли замуж, там остались, Марина, Марина Сверчок, Татьяна, как они, Виктория Бак, врач, вот, и другие девочки. Затем я побывала в Вене, тоже наша структура, которая у Оксаны Столлер, в ее команде, вот, познакомились с этими девушками. Они с радостью нам показывали свои места, возили нас по окрестностям, мы получили массу тоже удовольствия, вот, знаете, побывав в другой стране, познакомившись с историей, с традициями, это Австрия, это Венгрия, и одновременно, ну, когда бы еще, например, я бы побывала в Венской опере, много раз про нее слышала, но буквально, вот, три дня в Вене мне дала возможность, дали, вот эти три дня мне дали возможность одновременно побывать в Венской опере, и побывать на вернисаже, выставке, на тот момент проводилась выставка в знаменитом музее Либертина, выставка работ Клода Мане. Опять, люди ехали из разных стран Европы, то есть я просто знаю, что из других европейских стран специально на эту выставку ехали люди, чтобы увидеть картины Клода Мане. Я туда тоже попала вот так в волю случая, все совпало. Ну, вот скажите, это не фантастика? Я думаю, где-то фантастика, но так нам судьба простраивает наши, знаете, все так простраивает, когда мы чего-то хотим и чего-то желаем, что вот, пожалуйста, удача, везение или счастливый случай, что это, но все ситуации создаются нами, они создаются сначала мыслями, они создаются тем, что мы сильно хотим, чего-то желаем. И мы желаем не только для себя, мы желаем дать людям другую жизнь, мы желаем изменить жизнь людей к лучшему, то есть мы хотим передать вот эту частичку добра, тепла, частичку возможности нашей компании, каждому человеку, с кем мы общаемся и сталкиваемся, и таким образом мы просто создаем эти все ситуации сами, и мы работаем, мы действуем, и да, везет тому, кто везет, то есть не бойтесь ничего, дерзайте и будьте смелее, и берите все от этой жизни, отдавая, она вам будет давать тоже взамен. И вот прямые дивиденды, опять материальные уже, да, дивиденды, я поговорила сегодня много и о нематериальных дивидендах, между прочим, они не менее важны, а иногда даже более важны, чем материальные дивиденды, потому что люди, социальные существа, им важно общение, им важно получать, вот знаете, вот этот обмен теплом, обмен духовностью, душевностью, обмен добрыми советами, изменение вот это в жизни, когда вы становитесь причиной изменений в чьей-то жизни, причиной, вы делаете такие добрые дела, это самое большое вознаграждение, которое вы можете получить от этой жизни, но тем не менее, все мы знаем, что есть в нашей жизни деньги, которые как средство обмена создают комфортные условия, могут тоже многое сделать для нас, для нашего окружения, для наших семей, и поэтому деньги немаловажную часть нашей жизни занимают, и вот, пожалуйста, вам, план компенсации и доходы, это дивиденды, которые мы получаем в денежном эквиваленте от компании, прямые, вот это вот часть их прибыли, которые они с нами делятся, целых 64% от плана, от своего валового оборота, выручки компания отдает в сеть дистрибьюторов, в виде вот таких доходов, и на каждом ранге есть свои доходы, начинаем с малого, ассошейты зарабатывают небольшие денежки, и билдеры, они могут выйти на самоокупаемость, и кушать продукцию уже просто за то, что компания платит бонусы, не платя свои деньги, то есть можно компенсировать себе свои расходы таким образом, и спокойно позволить себе 2, 3, 5 банок продукта каждый месяц за счет бонусов от компании, билдеры элит уже немножко больше получают, даймонды зарабатывают уже такие деньги, которые сравнимы иногда с зарплатой в некоторых регионах нашей страны, даймонды элит зарабатывают уже побольше денег, президенты чувствуют себя уже вообще уверенно, потому что президенты зарабатывают около 100-150, иногда и больше тысяч рублей каждый месяц, это уже заявка серьезная на успех, и с этого момента начинаются путешествия на двоих от нашей компании как награда за ваш труд. Бронзы зарабатывают, вы видите, уже от 200 тысяч до 400, но на этом все не заканчивается, у нас еще есть очень интересные, гораздо более интересные ранги, которые очень и очень денежные, дают вознаграждение и заработки. Бронзы элит зарабатывают уже по полмиллиона, сильверы зарабатывают еще больше, сильверы элит до миллиона могут зарабатывать, голды зарабатывают не менее 1 миллиона и до 3 миллионов их заработок. Ну и дальше вы видите, какие деньги, то есть миллионы рублей, тут в рублях все переведено в рубли, но компания начисляет деньги в долларах и затем переводит по курсу в каждой стране, где живут дистрибьюторы. В нашей стране этот курс сегодня 50 рублей за доллар, курс стабильный, и цены у нас стабильные, и каждый из вас может добиться любого ранга, о котором он мечтает. Главное сильно хотеть и желать, и главное просто для этого делать и действовать. Для этого у вас есть спонсоры-помощники, для этого есть вы сами, как самый лучший инструмент этого бизнеса. Ну и немножечко картинок, потому что одно дело цифры, другое дело, знаете, визуализация такая вот, уже такая более яркая, образы. Что же дают нам эти деньги? На нижних рангах мы можем позволять себе какие-то небольшие приятности покупки, у людей появляются больше комфорта в жизни, какие-то, да, они могут уже траты делать. С ранга президент уже люди могут покупать машины и даже квартиры. То есть у нас есть такие примеры, когда можно уже себе позволять задумываться о новом жилье, либо об улучшении условий жизни. У голдов еще больше вариаций, там у сильверов, у бронз, естественно, там уже можно жилье легко и просто, да, себе обеспечить какую-то покупку, новое жилье, либо там переезд и так далее, и так далее. Ну и для платиновых здесь у меня, знаете, самолеты, яхта. То есть вообще какие-то невероятные, можно сказать, да, фантазии, которые, как мы считаем, что это только для очень богатых людей, но платина и есть. Это очень богатые люди, и это все в нашей компании. То есть люди нашей компании, они вот такие, и они действительно отличаются от другого бизнеса. И путешествия, начиная с рангов президент, можно путешествовать постоянно, закрывая все новые и новые ранги, повышая свой уровень и двигаясь по ступеням карьерной лестницы. Конечно же, ваши дивиденды, это не просто деньги, это счастливая жизнь, потому что у вас появляется свободное время, которым вы и сами распоряжаетесь. Вы можете потом сами контролировать, что вы где делаете, куда вы едете, где вы работаете. Мир открыт, полностью открыт. Бизнес международный. Компания в 75 странах работает, и вы везде можете строить свой бизнес. Неважно, где вы сейчас находитесь. Вы получаете возможность заниматься благотворительностью, помогать другим людям. Это тоже, знаете, неоценимая вещь, потому что у компании есть миссия еще и помощь другим людям, безвозмездная и бескорыстная. Вы получаете финансовую независимость, тот уровень дохода, о котором вы желаете получить, о котором вы мечтаете. У вас постоянный личностный рост, вы постоянно чему-то учитесь, а вы повышаете свои навыки и становитесь все лучшим и лучшим профессионалом. У вас оптимальное, безусловно, здоровье. Вы дарите себе годы жизни. Я с этого начала, я хочу это еще раз повторить, потому что это очень важно. Вы приобретаете массу друзей, окружение великолепное, очень все классные, позитивные люди, которые всегда придут на помощь, и наша дружная компания, она такая. То есть у нас семья for life. И вот этим вот замечательным слайдом я хочу закончить сегодняшний свой вебинар. Я не знаю, есть ли у вас какие-то вопросы, и надеюсь, что эта информация была для вас полезна, если кто-то из вас еще сомневался, участвовать ли в мероприятиях, стоит ли тратить деньги на билеты, стоит ли ехать куда-то, а вдруг я уже все знаю, а вдруг я услышу, ничего там для себя не услышу. Я вас уверяю, вы всегда для себя что-то возьмете, найдете, приобретете новых друзей, обменяетесь контактами, потом будете друг с другом общаться. И знаете, я часто получаю вот эту обратную связь, когда люди из параллельных структур даже друг другу помогают, не говоря о том, что есть прямые у нас ветки, да, связанные. Это наш оплайн, наши спонсоры, это наш даунлайн, люди, которые непосредственно под нами подписаны, вот это наша связь, но мы еще и с параллельными общаемся, мы все дружим, и это бесценно. И надеюсь, что я сегодня смогла донести какие-то, может быть, идеи, какие-то мысли, которых, может быть, вам немножко не хватало, вот, и была для вас полезна. Но если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу, а если вопросов нет, то предлагаю идти работать. Пока вы думаете про свои вопросы, я хочу вам в конце этого вебинара, еще эта тема не относящаяся вроде как вот непосредственно к данной теме, но хочу вам напомнить, что сейчас у нас идет уникальный месяц июнь. Это месяц, когда компания объявила шикарный промоушен. Для новичков. У вас есть возможность пригласить нашу компанию новичков, и у нас есть еще целых две недели для того, что это сделать, потому что все наши новички, которые подпишутся в июне, получат подарки от компании, ценнейшие. За 200 баллов личного объема каждый новичок получит баночку классики в подарок, а за 400 баллов личного объема он получит и классику, и тройфактор, две баночки в подарок. Если наши новички июня, в июле, сделают 150 очков личного объема, всего 150 баллов личного объема, они получат еще баночку трансферфактора плюс в подарок. Поэтому, друзья, целых три баночки, шикарная программа будет куплена вашими новичками, они 100% получат у вас результаты, многие из них включатся в бизнес. Используйте эту возможность, включайте людей в бизнес сегодня и сейчас, ни минуты не мешкая. Идите, общайтесь, говорите о For Life, зовите на помощь спонсоров, я желаю вам огромных успехов, будьте все здоровы, счастливы, и мы все в дружной семье For Life. Пусть наша семья растет, прирастает такими же классными, замечательными, талантливыми людьми. И, да, Владимир поздравляет с 25-летием компании. И, кстати, Владимир Слиш из Хабаровска, уникальный человек, он вычислил день рождения компании. Вы знаете, никто не мог ответить на этот вопрос доподлинно. Все говорили, что у компании год рождения есть, 98-й, просто 98-й год. И этот год, год 25-летия компании. Но Владимир стал копать до сути. И он докопался, что день рождения компании 3-го сентября. Он нашел это на сайте, американском сайте, где компания зарегистрирована. Именно 3-го сентября наша компания For Life Research. Мы все с вами теперь знаем. День рождения компании 3-го сентября 2023 года. И, кстати, этот день отметим на Дальневосточном саммите. Как раз участники Дальневосточного саммита в этот момент будут во Владивостоке. Круто! Всех поздравляю! Так что, друзья, берите билеты, летний период отпуска, совмещайте с нашими шикарными мероприятиями. Ездите, учитесь, отдыхайте, набирайте сил, опыта. И пусть ваш бизнес растет до самых высоких вершин. Ну что ж, я заканчиваю. Спасибо вам всем за ваши отклики. Я была рада, что вам это было полезно. Очень, так сказать, вам признательно за ваши слова, благодарность. Вас всех люблю очень. И желаю всем-всем огромных успехов. Ну что ж, до связи, до встреч и онлайн, и оффлайн. У нас очень много работы. Ура! Пока-пока! С вами была Надежда Кутузова, Gold for Life. Желаю всем добиться ранга голда и платины. Все, вопросов, наверное, нет. Все, до встречи на наших саммитах и мероприятиях. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...